С нами сегодня проводят мастер-класс Великие люди хоккейные, легенды нашего хоккея Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и так далее Поэтому все дружно поприветствуем Так, ну что, сейчас самое интересное начинается? Что самое интересное в хоккее? Пока же игра, самая интересная тренировка Играть это можно и во дворе, а вот тренироваться-то кто будет? Здравствуйте, как вам впечатления от сегодняшнего мастер-класса? Добрый день, ну нормально, самое главное ребята стараются Самое главное ребята слушают, что говорит тренерский состав Это очень важно Ну и видно, что они выполняют все упражнения с желанием А вот мальчишки рады вашим упражнениям, вашим подсказкам А как вы их оцените? Оценивать, наверное, это все равно будет сезон какой-то, да Опять же, сколько бы мы не проводили мастер-классов Мы всегда говорим одно и то же Что за один час, который мы здесь находимся на льду с детьми Ну нереально чему-то научить Мы можем немножко подсказать, показать Где-то тренеры увидят какие-то упражнения И потом могут взять на вооружение Где-то дети могут этими упражнениями пользоваться в играх, в тренировках Поэтому, в принципе, это все направлено на то, чтобы принести какую-то свою частичку души Показать о том, что не стареют ветераны, да? Вот И зажечь в них какой-то некий такой энтузиазм, может быть, огонек на будущее А вам было весело? Нам всегда весело Как вам работать на нашем мастер-классе? Сложно? Да нет, нам не сложно Мы это уже неоднократно делаем Мы сами тренируем И детишек, и взрослых ребят Поэтому все те упражнения, все те задания, которые даем Мы уже неоднократно проходили в своем городе, в своих командах А вот насколько сложно подобрать детям по возрасту тренировку? Или готовы уже все программы? Это, в принципе, уже все готовые программы Потому что эта система, она от одного переходит в другое Поэтому нельзя Если ты первый раз стал как тренер на лед То, естественно, это сложно Надо понять организацию Сколько времени проводить над одним упражнением Что должно из чего вытекать Что зачем следовать Поэтому это, в принципе, система, которая уже отработана И мы прекрасно понимаем, приезжая в города, что мы делаем А как вам уровень наших хоккеистов? Уровень средний В Москве сильнее Над чем нужно работать? Над всем Первично для детей нужна техника Это то, что на льду Техника катания Техника владения шайбой Техника переходов лицом, спиной Дальше Прием Бросок Это такие специфические названия в хоккее Которые нужно отрабатывать И, естественно, это развитие тела на земле Это упражнения физические На координацию И на быстроту И на выносливость Готовить тело уже к более старшему возрасту Чтобы оно было готово Становилось сильнее, крепче И так же работаем мы на психологии детей Как вам впечатление от этого мастер-класса? Ну, мы не первый раз проводим мастер-классы, конечно Но Обращаю внимание То, что дети, в принципе Слушаются тренеров Как бы Не занимаются баловством А тренируются И стараются Выполнять все наши упражнения Что не может Не радовать их А как вам Впечатление от наших вратарей В игровом плане? Вы знаете Ну Я бы сказал вот так Что, в общем-то, есть над чем работать Но Многие достаточно вратарей Ну, которых я видел Многие, конечно, стремятся И видно по нему По желанию Есть у них Наверное, прорваться дальше Играть Главное, чтобы у ребенка было желание А какие секреты вы сегодня разбирали? Катание, броски Что важнее? Для вратарей? Для вратарей важнее, конечно, катание, я считаю Прежде всего в этом возрасте Вратарь должен хорошо двигаться И быть растянутым Это важно очень для вратарей Ваши впечатления от мастер-класс? О чем у меня впечатления? Какие должны быть? Не знаю, вы устали? Нет, вы два занятия подряд У ребят Честно говоря, должно быть одно занятие Но Попросили два Сделали два Попросили три Сделаем три Ну Польза была ребятам Чтобы хоть что-то они запомнили Что-то Ребята были в восторге от занятия А вам как показалось? Всегда в восторге Вон один Видишь? Они немножко Главное, что без травм Восторгит это хорошо А часто вы проводите такие мастер-классы? Раньше часто проводил В этом году первый А именно для их возраста Что нужно? Самое главное Техника Техника катания, техника Владимир Шаевой Броска Это необходимо Чтобы дальше двигаться Чтобы уметь что-то выполнить Техническое задание Тактическое Надо иметь технику Чтобы уметь выполнить Если техники не будет Хоть какую тактику давай Сложно выполнять А вот вы делились Впечатлениями с тренером Что-то вы ему посоветовали? У нас еще будет Круглый стол сегодня Мы там все обсудим Я думаю, что Тренер для себя что-то возьмет Каждый тренер индивидуален По-своему Это его детище Он растет с ними вместе И главное, чтобы он Сделал из них Хороших людей Как тебе мастер-класс? Отлично Мне все нравится Тренера объясняют хорошо Задание классное А самое интересное задание? Ну вот сейчас мы будем делать Это задание Мне понравилось Один раз попробовал Получилось вроде хорошо Мне понравилось Чем оно тебе поможет? Ну мне поможет Во-первых, это буллит Потом бросок неожиданный С подчелочком Как тебе понравился мастер-класс? Мастер-класс Мне очень понравилось Заниматься с такими Легендарными игроками А кто больше всего С тобой разговаривал? Там одинаково все Подсказывали Как лучше бросать, забивать А твоем буллок Какое? Нападающий Правый А что тебе сказали делать? Какие ошибки Исправлять? Активнее бороться в углах Помогать своему товарищу В углах Ну, чтобы шайбу отобрать И все Ну, понравилось Было все Прикольно Самое интересное, что было? Ну, когда играли Забиваешь любые ворота соперника Влево и вправо А кто вам секреты рассказывал? Все Тренера Поделись, какой секрет был? Большой, большой Большой, большой секрет А кем ты по амплуа являешься? Нападающим Что самое главное тебе сказали делать? Ну, надо быть активнее всегда на играх Потому что крайне они очень играют очень важную роль Среди нападающих Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!